Итак, напомню, на чём мы остановились. Мы остановились на разделе о четырёхволновом взаимодействии и на следующей формуле, или следующем уравнении, которое предположительно должно описывать это взаимодействие в приближении медленно эволюционирующего волнового пакета. Значит, уравнение было записано в следующем виде. Дельта Омега минус Д Омега ФДКИТА Дельта КИТА минус 1 вторая Д2 Омега ФДКИТА ДКЖИТА Дельта КИТА Дельта КЖИТА Всё это умножено на амплитуду этого волнового пакета, который само зависит от Дельта Омега и Дельта К, и равняется правой части, которая у нас была записана так. Значит, минус Д Омега ФД модуль А в квадрате на А в квадрате на А. Собственно, вот эта правая часть и отвечает за четырёхволновое взаимодействие. А правая часть отвечает за распространение волнового пакета в диспергирующей среде. Значит, вот эти производные берутся в точке Омега 0 К0. То есть вот на длине волны и частоте того самого невозмущённого волнового пакета. Причём Омега 0 К0 – это частота и волновый вектор свободной волны. Так, а вот эта производная взята при А равном нулю, при условии, что нам известна зависимость Эпсилон от Омега Кя в квадрате. Так, ну ладно. Значит, дальше уравнение – это, очевидно, слишком сложное. И записано на все случаи жизни, для анизотропной среды и так далее. И, конечно, решать в этом сложном и общем случае его трудно. Поэтому займёмся упрощением. Упрощение основывается на предположении, что дисперсионное соотношение Омега равное Омега от К не зависит от направления К. Это вот здесь. А здесь оно, значит, ещё от А квадрат зависит. Можно вот так написать. Ну, поскольку вот эти производные тоже берутся при А равном нулю, то, значит, вот это дисперсионное соотношение тоже берётся в самом простом линейном приближении. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы переписываем вот эту комбинацию Д Омега по ДК и Т на Дельта К и Т. В случае, когда всё зависит только от К, естественно, равняется Д Омега по ДК на Дельта К. Так, понятно, да? После чего я хочу найти этот самый Дельта К и записываю его в следующем виде. Дельта К – это изменение модуля К. при том, что вот сам вектор К представляется в виде векторной суммы К0 и Дельта К. Так что вот этот модуль – это разница длины вот этого вектора К и вектора К0. Значит, я его должен представить в следующем виде, как К0 плюс Дельта К продольная в квадрате плюс Дельта К поперечная в квадрате. Значит, это будет в степени 1,2 – это будет длина вектора К и минус К0 в квадрате. Так, прошу прощения, да, минус К0. Потом смотрю на свое выражение здесь и вижу, что это выражение написано с точностью до Дельта К в квадрате. Причем считается, что Дельта К – это какая-то маленькая величина, поэтому и здесь я тоже вот это выражение должен записать с точностью до Дельта К в квадрате. Ну и разложение делается следующим образом, естественно, да. Значит, сперва предположу, что вот это вот просто равно нулю, тогда корень извлекается, и у меня получится Дельта К продольная. Потом предположу, что вот это равно нулю, корень вычислю приближенным способом, как К0 на единица плюс 1,2 Дельта К перпендикулярная в квадрате на К0 квадрат и минус К0. То есть все это получается приближенно, как Дельта К продольная плюс 1,2 Дельта К поперечная в квадрате на К0. Ну понятно, да, что продольная Дельта К, оно просто вот это, а здесь еще надо добавить кусочек, связанный с поперечным, который будет давать поправку второго порядка малости. Значит, второе слагаемое тоже Д2 Омега по ДК ИТ, ДК ЖТ, Дельта К ИТ, Дельта К ЖТ будет равняться просто Д2 Омега по ДК в квадрате на Дельта К в квадрате. Ну поскольку здесь стоит Дельта К в квадрате, Дельта К мы уже вычислили, и нам надо это слагаемое тоже вычислять с точностью до Дельта К продольная и Дельта К перпендикулярная во второй степени, а это уже вторая поправка второй по второму порядку малости, то остается просто Дельта К продольная в квадрате. Дальше вводим обозначение до Омега по ДК в точке Омега 0 К 0, обозначаем как групповую скорость, тогда вот это, это ДВ групповое по ДК или В групповое со штрихом, и все уравнение переписывается следующим образом. Дельта Омега минус Дельта Омега минус В групповое на Дельта К продольная, минус В групповое на 2К 0 Дельта К перпендикулярная в квадрате, это вот отсюда, и минус В групповое со штрихом пополам на Дельта К продольная в квадрате на А равняется минус Альфа на А в квадрате на А. Альфа – это вот эта производная. Так, значит, единственный минус в этом уравнении в настоящее время – это то, что, значит, левая часть представляется не дифференциальным уравнением, а каким-то вот алгебраическим уравнением относительно Дельта Омега Дельта К, и, ну, мы всегда можем сделать преобразование Фурье, значит, преобразование Фурье по Дельта Омега Дельта К продольная и Дельта К перпендикулярная, тогда, значит, это преобразование Фурье формально будет, приведет к следующему, что Дельта Омега превратится в ИДПДТ, Дельта К продольная превратится в минус ИДПДЗ, где Z – это координата вдоль распространения начального волнового пакета, Дельта К перпендикулярная в минус И на поперечный градиент. Значит, вот это И можно отправить направо, получится вот, ну, или оставим тут, ладно, так. Значит, будет ИДПДТ плюс В-групповое, ИВ-групповое ДПДЗ. Значит, плюс В-групповое штрих пополам на Д2 ПДЗ в квадрате, плюс В-групповое на Д2К0 на перпендикулярный градиент в квадрате. Все это действует на Фурье преобразованное А, который зависит от Z и поперечные компоненты и времени, поперечные, не компоненты, прошу прощения, координаты и времени, равняется минус Альфа А в квадрате на А. Это тоже самое уравнение, но записанное уже в координатах реального пространства. По-прежнему правая часть описывает четырехволновые взаимодействия, левая часть отвечает за распространение волнового пакета. И здесь уже можно сказать, какое слагаемое отвечает за какое явление природы физической. Значит, первые два слагаемых, как видно, это описывает распространение волнового пакета с групповой скоростью вдоль Z. То есть, если бы было просто вот это равно нулю, то решение были бы произвольные волны, бегущие с групповой скоростью вдоль Z. Значит, из этих двух, эти два слагаемых вы тоже уже проходили. Значит, и знаете, как называется. Если волновый пакет расплывается по Z вследствие того, что групповая скорость зависит от длины волны, значит, это явление описывает дисперсию. Значит, распространение волнового пакета в диспергирующей среде приводит к тому, что этот волновый пакет расплывается вдоль своей оси. Из-за того, что разные составляющие этого волнового пакета бегут с разными скоростями. Поэтому, значит, вот весь этот волновый пакет расплывается. И видно, что в комбинации с вот этим dp dt получается что-то типа уравнения Шредингера или уравнения диффузии. А последняя слагаемая, то есть вот эта вот дисперсия, последняя слагаемая в левой части описывает дифракцию. Видно, что здесь поперечные производные от этого волнового пакета. Это поперечные, значит, поперек направления распространения. То есть, если вот есть лазерный луч, он имеет конечный размер по радиусу. И, следовательно, вот эта вот слагаемая будет описывать, как этот лазерный луч расширяется по мере своего распространения вследствие дифракции. Из-за того, что он имеет конечные размеры поперек в поперечном направлении. Ну или, да, одним словом, вот так. Так что физический смысл каждого из этих слагаемых понятен, да? Это, значит, распространение, дисперсия, дифракция и четырехволновое взаимодействие. Так, значит, написавшее уравнение, которому должны подчиняться волновые пакеты, мы приступим к анализу решений, которые у этого уравнения могут быть. И попробуем вот эти решения искать в виде поправок к однородному, значит, лазерному лучу. То есть предположим, что у нас имеется, вот волновый пакет представляет собой в начальный момент времени просто А от Z, R и T равное константе. Это означает, что у нас вот имеется плоская волна конечной амплитуды. Попробуем понять, плоская волна конечной амплитуды удовлетворяет этому уравнению или нет. Значит, если это плоская волна константа, то, значит, вот эти все три слагаемых пропали равны нулю. Все, что останется, будет выглядеть так. И dA по dT равняется минус альфа на А в квадрате на А. Почему я не написал здесь, что d по dT равно нулю? Потому что, когда я говорил, что плоская волна конечной амплитуды, я не говорил, что она обязательно имеет ту же самую частоту омега-0. То есть вот здесь волновый пакет имеет частоту омега-0 и волновый вектор К0. Поэтому давайте напишем А0, какую-то амплитуду на Е в степени и в хи от T. Вот эта фаза фи от T будет описывать, или давайте тоже нолик напишем, в знак того, что это относится к плоской волне. Эта фаза будет описывать отличие частоты от омега-0. Дифференцируем, подставляем теперь сюда вот это А0, вот такое. Дифференцируем, получаем минус А0 фи-0 с точкой на Е в степени и фи-0 равняется минус альфа А0 по модулю в квадрате А0 и Е в степени и фи-0. Сокращаем общие множители, получаем, что фи-0 с точкой равняется минус альфа на А0 по модулю в квадрате, то есть эта величина постоянная, отсюда вытекает, что если я возьму амплитуду волнового пакета в виде А, равная А0, вот в таком, как Е в степени, минус и, так, прошу прощения, тут плюс, да, плюс и альфа А0 по модулю в квадрате Т. Это будет решение. Значит, теперь, вот я говорил какие-то слова, а что означает, что существует вот такое решение. Это означает, что если я создал начальный волновый пакет с волновым вектором К0 и частотой, сдвинутой на вот эту величину, на альфа А0 квадрат, то такой волновый пакет будет распространяться посреди, не меняя свою форму. Ничего с ним дальше не будет происходить. Альтернативная интерпретация такая, что если я создал вот эти начальные свои, волновый пакет из свободных волн с частотой Омега-0 и К0, то, значит, амплитуда этого волнового пакета будет у меня колебаться вот с такой частотой, да, ну или фактически будет происходить набег фазы. По сути дела это одно и то же. То есть, или волновый пакет из немножко сдвинутой волны, или же волновый пакет из той невозмущенной волны, но с меняющейся синусоидальным образом амплитуды. Так понятно, да, что такое вот, это и есть решение. Мы нашли какое-то частное решение вот этого уравнения. Но само по себе оно довольно тривиальное, поэтому не очень интересное. Более интересным вопросом является следующий, что вот если мы создали такое решение в виде плоской волны, является ли это решение устойчивым? Что значит устойчивым? Значает, что если мы его создали не точно однородным во всем пространстве, а с какими-то там отклонениями? Спрашиваются эти отклонения, они, может быть, начнут возрастать с течением времени, и наше решение превратится во что-то другое, или же они так и останутся маленькими? Давайте попробуем найти ответ на этот вопрос, и в этом ответе будет заключаться также часть ответа на вопрос о том, что такое самофокусировка и самосжатие волновых пакетов, о котором я заявлял в начале этой главы. Итак, мы говорим, что мы создаем вот этот волновый пакет плюс какую-то маленькую поправку. Давайте напишем А в таком виде. А0 плюс А1 – это действительные функции на е в степени и альфа. А0 по модулю в квадрате у меня действительные функции на t плюс и φ1 от t. Значит, вот это вот А1 и φ1, то есть модуляция амплитуды и модуляция фазы, как раз и отвечают за отклонение формы волнового пакета от идеального. Идеально мы считаем вот такую вот полную константу, которая только имеет вот эту вот фиксированную скорость двигав фазы. Ну, что остается сделать? Надо взять это А, подставить в уравнение и попробовать понять, чему удовлетворяют А1 и φ1. При этом мы будем считать, что это малые поправки и действовать методом линеаризации. То есть если А1 и φ1 маленькие, то мы сохраним в наших уравнениях только поправки первого порядка малости. Итак, подставляем. Прошу прощения, я, значит, вот здесь вот не только от t должен написать, а еще и от r. Так же, как и А1. На самом деле может зависеть не только от времени, но и от пространственных координат уже. Так. Подставляем. Значит, сперва и d, p, d, t. Да, вот тут 4 дифференциальных оператора. Я буду действовать следующим образом. Я напишу, как действует d, p, d, t на эту функцию, как d, p, d, z. И пока всю вот эту вот комбинацию обозначу буквой g. Для того, чтобы мои выкладки были покороче. То есть это будет дифференциальный оператор g. Линейный. Дифференциальный оператор второго порядка. Итак, значит, d, p, d, t сперва действует вот на это, а потом пропускает этот множитель и действует на экспоненту. Значит, пишем i. d, a, p, d, t будет равняться i, a, 1 с точкой на e в степени psi. Значит, вместо всей вот этой комбинации я буду писать psi, чтобы ее не переписывать каждый раз. Значит, второе слагаемое. Вот это я пропускаю. Значит, плюс i, a, 0 плюс a, 1 на производную по времени на производную по времени от экспоненты. Это будет та же самая e в степени psi умножить на psi с точкой. А psi с точкой это будет и альфа, a, 0 в квадрате плюс i, f, 1 с точкой. И в групповое d, a, p, d, z будет выглядеть так. По сути, в своей таким же примерно такого же примерно вида. Только вместо точки будет d, a, 1, p, d, z на e в степени psi плюс i, a, 0 плюс a, 1 на e в степени psi. А здесь будет стоять d, psi, p, d, z. При этом первое слагаемое от z не зависит. Только от времени зависело, да? Значит, дифференцировать придется только второе слагаемое. Значит, здесь будет i, d, fi, 1, p, d, z. Теперь как действует оператор g на a. Это оператор второго порядка, дифференциальный. Причем a, 0 и вот эта вот поправка, тоже нулевого порядка, к фазе ни от z, ни от поперечных компонент не зависит. Поэтому как только я начну дифференцировать по z, значит, у меня сразу выскочит g, действующий на a, 1 и на e в степени psi. Значит, сейчас я запишу, а потом объясню еще раз, почему так. плюс вот здесь я напишу примерно плюс i g fi, 1 на a, 0 и на e в степени psi. Смотрите, я должен дважды продифференцировать по z, да? Как только я первый раз дифференцирую по z, у меня так же, как и здесь, выскакивает d, a, 1 по d, z. Это уже величина первого порядка малости. Значит, когда я второй раз дифференцирую по z, я буду вынужден дифференцировать снова это a, 1. Потому что если я продифференцирую дифференцирую e в степени psi по z, у меня будет величина второго порядка малости, потому что там будет еще и dφ, 1 по dz, да? Вот. Следовательно, d2 по dz квадрат применяется к a, 1. А второй раз, если я первый раз продифференцировал не a, 1, а продифференцировал φ, то потом я снова должен буду дифференцировать это φ, иначе у меня получится величина второго порядка малости. То есть вот это вот только в линейном приближении. Значит, если я точно захочу написать, то у меня будут добавки какие-то. Ну это, ладно, разберетесь. Если сейчас непонятно, так, и последнее, что нам осталось написать, это правую часть. Значит, минус α на a в квадрате на a. Значит, должен буду написать как минус α на a0 плюс a1 по модулю в квадрате. умножить на a0 плюс a1 на е степени ψ. в квадрате. Так. Дальше. Возникает вопрос. Вот здесь я всюду модуль пишу, да, а реально это мне нужно или нет. И вот здесь тоже. Должен ли я дальше предполагать, что a является комплексной величиной? посмотрите на это вот определение. Значит, если даже вот этот множитель является комплексным, я могу оставить здесь спереди его модуль, а фазу добавить к f1. таким образом без ограничения общности я могу считать а0 а1 фи1 действительными. и тогда вот вот эти вот модули про модули забыть. Значит, первое замечание, второе замечание. из всех выражений я должен оставить только линейные слагаемые. Линейные по а1 и фи1. Значит, третье, что е в степени psi всюду сократиться. То есть видно, да, что все слагаемые в этом уравнении будут пропорциональны е в степени psi, поэтому его можно будет сократить. Ну и давайте напишем, что же у нас в результате останется. Значит, от первого слагаемого будет И А1 с точкой от второго слагаемого будет значит вот это на это это будет минус альфа А0 в кубе следующее слагаемое А1 на вот это значит будет минус альфа без модуля А0 в квадрате А1 следующее слагаемое и А0 ну вот это значит минус А0 фи1 с точкой следующее следующее слагаемое вот это значит плюс И В групповое ДА1 по ДЗ здесь здесь линейным является слагаемое только с А0 значит будет минус А0 дфи1 по ДЗ следующее слагаемое плюс Ж А1 плюс И А0 Ж фи1 равняется минус альфа А0 в кубе это самый большой множитель а следующий будет минус 3 альфа А0 в квадрате на А1 это линейное слагаемое так дальше смотрим вот эти вот сократились почему самые большие слагаемые сократились потому что мы взяли правильное начальное приближение нулевое которое уже линеаризовали потом значит все оставшиеся слагаемые слагаемые первого порядка кроме того это уравнение является комплексным при этом функции неизвестные являются действительными это следовательно я это уравнение могу разделить на действительную и мнимую части написать систему уравнений то есть должно по отдельности выполняться что действительная часть равно нулю и мнимая часть равна нулю то есть фактически я использую теперь пункт номер 1 с мнимой частью как это все выглядит значит А1 с точкой это все действительное вот мнимая следующая тут она плюс В групповое ДА1 по ДЗ следующее вот это плюс А0 Ж Фи1 и все должно равняться нулю действительная часть следующая значит уравнение давайте я его повыше выпишу а потом сюда напишу в более таком приведенном виде значит минус Альфа А0 квадрат А1 минус А0 Хи1 с точкой минус А0 ДФи1 по ДЗ плюс Ж А1 равняется минус 3 Альфа А0 квадрат А1 значит что можно заметить что во-первых надо все сократить на А0 значит общий знак знак поменять вот это вот с этим являются подобными значит раз два три четыре пять раз два три четыре пять все что на А0 ну просто я хочу ну не важно можно не сокращать на А0 можно сократить значит Фи1 с точкой напишем плюс ДФи1 по ДЗ это два вот этих слагаемых минус единица на А0 Ж действующий на А1 и минус 2 альфа А0 на А1 равняется нулю получили два уравнения которые описывают поправку к амплитуде и поправку к фазе как эти величины изменяются в пространстве и времени что групповое а вот здесь вот да спасибо да вот здесь вот тоже тогда и вот здесь да это я сам уже давно потерял потому что я его потерял вот здесь вот понятно что оно тут общим множителем оно тут тоже должно быть так хорошо теперь надо сообразить как это уравнение решать эту систему уравнений решать значит эта система уравнений является системой уравнений с постоянными коэффициентами и мы хорошо знаем и часто использовали метод фурье решение такого рода системы продолжим после перерыва спасибо значит это эту систему уравнений можно предварительно немного упростить впрочем можно и не упрощать значит вот эти вот в некоторых источниках ну и в частности я рассказывал в предыдущие годы таким образом говорил давайте перейдем в систему отсчета движущуюся с групповой скоростью в этой системе отсчета вот эти слагаемые пропадут ну можно так сказать а можно сделать и без этого на самом деле это приведет только к сдвигу частоты на какую-то величину и так значит метод фурье заключается в следующем что я делаю преобразование фурье к координатам омега и каппа где омега это значит частота фурье каппа это волновый вектор фурье таким образом дпдт превращается в минус и омега дпдз превращается в и каппа продольная а g превращается в g каппа запятая омега фурье фурье этого оператора минус и омега плюс и в групповое на каппа продольная умножить на а1 а1 а0 g каппа на фи 1 равняется нулю это фурье образ первого уравнения минус и омега плюс и в групповое каппа продольная на фи 1 это вот эти два слагаемых минус единица на а0 g каппа а1 минус 2 альфа а0 а1 равняется нулю осталось написать что такое g каппа давайте значит вот там у нас определение этого g вот оно написано значит g каппа получается такое минус v групповое со штрихом пополам умножить на каппа продольная в квадрате минус v групповое на 2k нулевое на каппа перпендикулярная в квадрате значит каппа продольная каппа перпендикулярная это компоненты волнового вектора возмущения уже не волнового пакета а возмущения волнового пакета в проекциях на k0 и перпендикулярно к волновому вектору k0 так теперь смотрите что получилось получилось как и всегда в методе фурье значит система из двух уравнений с нулевой линейных уравнений с нулевой правой частью нетривиальное решение существует если детерминант матрицы этой системы равен нулю правильно в каком случае он существует значит это существует если детерминант вот такой матрицы значит матрица состоит из минус и на омега минус капа продольное в групповое это коэффициент при а1 значит при фи 1 коэффициент а0 g снова при а1 ищем коэффициент значит он будет у нас минус 2 альфа а0 минус единица на а0 g коэффициент при фи 1 такой же как и там значит минус и омега минус капа продольное в групповое значит вот это условие существование нетривиального решения да ну фактически значит если вот это выполнено то мы можем найти а1 и фи 1 а если мы нашли а1 и фи 1 то это означает что мы решили нашу линейную задачу так ну и значит осталось только записать этот детерминант значит выглядеть он будет так омега минус капа продольное в групповое в квадрате со знаком минус плюс g умножить на g плюс 2 альфа а ноль в квадрате равняется нулю обозначим вот эту комбинацию буквы лямбда ну у нас получится по сути дела но он вот здесь а 0 и он умножился сюда значит получилось вот что омега минус капа продольное в групповое в квадрате равняется лямбда два случая может быть лямбда больше либо равно нулю тогда омега равняется капа продольное в групповое плюс минус корень из лямбда это означает что если мы создали начальное синусоидальное отклонение вот формы волнового пакета от константы то дальше это отклонение побежит с групповой скоростью ну и будет там еще как-то колебаться вот с частотой которая определяется значением параметра лямбда иначе иначе говоря все устойчиво начальное возмущение не будет расти по амплитуде оно будет просто колебаться куда-то там распространяться но по амплитуде меняться не будет а вот если лямбда меньше нуля то мы имеем дело с неустойчивостями ну потому что в этом случае омега будет равняться вот это вот каппопродольное в групповое но плюс-минус и на корень из модуль лямбда да и вот из этих двух корней из-за того что корни комплексные один из них обязательно будет соответствовать растущему экспоненциально растущему решению причем скорость нарастания как раз и будет корень из модуля лямбда но только при лямбда меньше нуля ну теперь мы должны понять что же это за неустойчивость как она физически выглядит и почему она физически возникает ну я их уже упоминал эти два явления само сжатие и самофокусировка волновых пакетов и про самофокусировку даже рисовал такое пальцевое объяснение как оно происходит ну давайте вот с самофокусировки и начнем самофокусировка относилась к случаю когда вот этот вот начальный волновый пакет был ограничен по поперечному размеру то есть это вот лазерный луч какой-то идет и дальше оказывалось что он сжимается поперек становится более тонким как будто проходит через линзу это была самофокусировка вот и посмотрим значит что как это здесь значит вот в этой абстрактной математической задаче как выглядит вот это физическое явление значит вот у нас была плоская волна какая-то в среде распространявшейся вот сюда вдоль вдоль оси и мы создали начальное отклонение поскольку мы рассматриваем там все синусоидальное методом Фурье начальное отклонение амплитуды вот эта вот амплитуда от поперечной координаты пусть это х смотрим на вот это наше уравнение что тут изменилось причем создадим это не только на входе в среду а значит по всей длине такое рассмотрим упрощенное предположение что мы создали наш волновый пакет модулированный по х то есть перпендикулярно к направлению распространения по амплитуде слегка модулированный вот тогда у нас амплитуде капа капа продольное равняется нулю из-за того что он по всей длине одинаково модулирован капа перпендикулярно и не равняется нулю потому что по х у нас модуляция следовательно же капа у нас к сожалению я стер но она у нас была равна значит сейчас я вспомню в групповое пополам на 2к0 и на капа перпендикулярное в квадрате правильно значит лямбда равнялась в групповое на 2к0 капа перпендикулярное в квадрате на 2 альфа а0 квадрат плюс в групповое на 2к0 капа перпендикулярное в квадрате значит устойчиво если лямбда больше либо равно нулю устойчиво это значит начальная модуляция не возрастает значит нет никакой самофокусировки значит это точное условие отсутствия самофокусировки а можно написать более простое достаточное условие да сейчас я вспомню да там минус спасибо лямбда вернемся значит если лямбда больше либо равно самофокусировки нет значит достаточно чтобы альфа было меньше нуля для того чтобы самофокусировки заведомо не было если альфа меньше нуля то минус на минус дает плюс и все это заведомо больше либо равно нулю правильно нет прошу прощения при условии что вы групповой больше нуля да конечно можно придумать какую-нибудь такую среду в которой групповая скорость направлена навстречу в этом случае здесь надо написать в групповое альфа меньше нуля альфа действительно да это d омега омега действительно d омега по d e квадрат поэтому это действительно величина умножить умножить ну вот смотрите давайте я перепишу это же выражение все равно что в групповое в квадрате на 4 к 0 в квадрате капа перпендикулярная в четвертой степени минус альфа на в групповое капа перпендикулярная в квадрате а 0 в квадрате и все поделить на к 0 значит к 0 заведомо положительное это все положительное не отрицательная величина но остается только альфа в групповое значит если оно альфа на в групповое меньше нуля то этого достаточно чтобы вся лямбда была больше либо равно нулю значит физический результат такой что если вы взяли такую среду в которой альфа на в групповое больше нуля это не означает что у вас там заведомо есть самофокусировка это единственное что означает что если вы возьмете достаточно большое а 0 то есть достаточно мощный лазер и среду в которой вот это не выполняется тогда вы добьетесь явления самофокусировки понятно да так это то что касалось самофокусировки теперь самосжатие это противоположный предельный случай когда каппа продольная не равно нулю а каппа перпендикулярная равно нулю значит ж каппа равняется минус в групповой со штрихом пополам на каппа продольная в квадрате лямбда равняется минус в групповой штрих пополам каппа продольная в квадрате все это вместе в квадрате минус 2 альфа а 0 квадрат на V групповой со штрихом напополам на каппа продольная в квадрате значит снова устойчиво если эта величина больше либо равна нулю и достаточно альфа умножить на V групповой со штрихом меньше было равно нулю это для того чтобы не было никакого самосжатия решение наше было устойчиво вот это однородный волновый пакет чтобы он был устойчив достаточно чтобы вот это было меньше нуля даже меньше либо равно нулю вот ну и наоборот если альфа на V групповой со штрихом больше нуля то тогда у нас будет самосжатие волнового пакета а теперь перейдем к пальцевому объяснению значит каким же образом все-таки происходит это самосжатие и почему оно происходит да и из этого пальцевого объяснения будет как раз ясно какой там должен быть знак значит вот как ставится начальная задача мы создали модулированный вдоль Z волновый пакет это означает что там тут вот что-то вот такого рода да модулированный волновый пакет и что мы про него знаем мы знаем как в нем меняется частота в зависимости от амплитуды то есть вот есть у нас производная д омега по да квадрат которая обозначена буквой альфа и поскольку вот это вот у нас как раз нарисовано а вот это вот ясно что частота вот здесь больше чем частота здесь если альфа больше нуля да а что нам надо узнать значит вот в критерии этой самого самосжатия происходит оно или нет замешана еще величина vg штрих которая равняется dv групповое по dk в точке k0 то есть как меняется групповая скорость ну с длиной волны или с волновым вектором описывает вот этот параметр vg штрих и соответственно происходит самосжатие или нет зависит от знаков вот этих двух параметров на самом деле от произведения этих двух параметров надо понять почему итак вот этот параметр нам говорит что из-за того что модулировано а модулируется частота вот этой волны здесь она если альфа пусть у нас будет альфа больше нуля для определенности тогда вот здесь здесь и здесь частота больше чем во всех остальных местах ну и пусть для определенности v-групповой штрих тоже больше нуля попробуем выяснить устойчива такая будет система или нет ну вот смотрите значит вот частота то у нас возросла а как себя ведет длина волны да вот если у нас имеется знак v-г-штрих и вдоль z меняется каким-то образом длина волны то я смогу сказать что групповая скорость в каких-то местах как-то тоже меняется а групповая скорость это по сути дела скорость переноса энергии да поэтому если случится так что v-групповая будет направлена к максимуму то этот максимум будет нарастать то есть это дельта v-групповой да если она вот так вот будет распределено а если наоборот то максимум наоборот будет рассасываться да тогда из области максимума энергия будет уходить понятно да вот пальцевое такое соображение поэтому нам надо каким-то образом связать дельта омега то есть изменение частоты с изменением длины волны надо понять как при этом меняется длина волны для этого рассмотрим вспомогательную задачку вот предположим что у нас есть скакалка которая сначала прямая и мы вот это вот z ось и эту скакалку мы начинаем колебать вверх вниз с частотой омега которая зависит от z вот вот это вот поправка к частоте которая у нас тут возникнет она будет равняться дельта омега будет равняться d альфа умножить на дельта от модуля а в квадрате правильно то есть она будет зависеть от z потому что вот это а модулирована по z значит со скакалкой то же самое что будет если частота модулирована по z ну вот в начале частота по краям вообще равна нулю а в центре она там какая-то вот значит скакалка прогибается и образуется что-то вот такое здесь она как была так и осталась потому что там частота равна нулю значит дальше прошло еще какое-то время дельта t и скакалка примет вот такую такой вид вот здесь она по-прежнему идет вниз потому что тут частота маленькая она не успела еще сдвинуться а в центре значит произошло колебание понятно да вот значит еще подождем произойдет что-то вот такое и так далее то есть смотрите что происходит накапливается фаза причем в центре она накапливается быстро по краям она накапливается медленнее и в результате прямая поначалу скакалка вот хоть никакого k у нее не было однако это k появилось просто из-за того что омега зависит от z значит причем набег фазы справа и набег фазы слева противоположен по знаку потому что фаза вот здесь и вот здесь она как была в начале так и осталась фаза равна нулю да то есть вот если я иду иду прохожу слева направо то сперва фаза накапливается в одну сторону потом в другую обратно раскручивается это скакалка значит математически это можно написать таким образом вот если в начале волна была е в степени минус и омега 0t плюс и k0z я сюда добавил и ну или минус и дельта омега от z на t дельта омега это вот это дельта омега которая зависит от z и захотел понять как это дельта омега влияет вот на это k я могу переписать ту же самую экспоненту в таком виде е в степени минус и омега 0t плюс и на k0 минус d дельта омега от z pd z на t и на z если я раскладываю вблизи z равном близи маленьких z но строго говоря конечно должен взять дельта омега поделить на z то есть это примерно то есть вот эта вот величина является поправкой к волновому вектору а что такое d дельта омега по d z вообще омега от z зависит только за счет того что от z зависит амплитуда следовательно это все равно что d омега по d a квадрат на d дельта a квадрат по d z а вот это альфа то есть поправка к волновому вектору пропорционально величине альфа попробуем исправить наш рисунок с учетом накопления вот этой вот фазы дополнительной или поправки к волновому вектору если альфа больше нуля значит добавка к волновому вектору справа от максимума будет положительной почему потому что там d дельта квадрат по d z отрицательная здесь стоит минус это означает что с учетом вот этой добавки вот здесь длина волны будет короче а здесь она наоборот будет длиннее больше такое вот наполнение оказывается несимметричным здесь оно снова увеличивается длина волны потом снова сжимается ну и так далее понятно да так мы поняли значит пришли к выводу каким образом изменилась к а изменилась она вот таким образом здесь к больше здесь к меньше теперь в групповой штрих больше нуля это означает что там где к больше там и в групповой штрих больше нуля там и в групповой больше нуля правильно то есть по значит по разложению в ряд Тейлора нам говорит о том что если я увеличил к то у меня групповая скорость увеличится вот здесь она увеличилась значит в системе отчета движущейся с волной у меня появилась добавка к групповой скорости которая ускоряет групповую скорость вот в этой зоне а в этой зоне групповая скорость замедляется значит энергия отстает от этого максимума все это в стрелочке надо направить в обратную сторону дельта в групповое которое равняется в групповой штрих на дельта к направлены вот таким образом это означает что энергия вот отсюда вытекает да если альфа и в групповой штрих больше нуля ну легко понять что входят они в произведение почему ну потому что альфа определяет какого знака дельта к вот видно да потому что она вот сюда входит а в групповой штрих значит определяет дельта в групповое то есть это вот все пропорционально альфа на в групповой штрих именно вот этому самому произведению который входит в критерий лайтхилла то есть в критерий того сжимаются эти волновые пакеты или нет ну вот из этой картины мы видим что значит если альфа на в групповой штрих больше либо равно нулю то самосжатия нет и так по моим воспоминаниям о предыдущей странице это означает что там была ошибка в знаке все-таки там по моему у нас было меньше либо равно нулю да получалось вот значит это вот называется критерием лайтхилла и он значит говорит о том что значит если это выполнено то самосжатия нет заведомо но даже если это не выполнено это не означает что обязательно будет неустойчивость обязательно будет вот эти вот модуляция будет нарастать нет потому что значит для этого нужно еще чтобы достаточно была большой была амплитуда при маленькой амплитуде линейная дисперсия предотвращает развитие этого самосжатия ну а теперь о практических применениях этих двух эффектов самосжатия и самофокусировки ну с самофокусировкой понятно какое практическое применение если мы хотим чтобы наш луч распространялся без потерь по узкому капилляру достаточно сделать ну или по тоненькой трубочке достаточно сделать чтобы он там фокусировался и сам тогда дифракции можно будет пренебречь даже если этот луч очень тонкий вот почему его можно можно будет пренебречь потому что явлению дифракции будет противодействовать явлению самофокусировки да только луч хочет разойтись из-за того что он такой фокусированный но тем не менее значит нелинейная среда его фокусирует обратно то есть это очевидным образом используется для того чтобы создавать очень тонкие так сказать лазерные лучи вот а вот такое явление природы самосжатия конечно реализовать несколько сложнее в чистом виде потому что понятно что для того чтобы его сделать нужно сначала во всем пространстве создать вот этот однородный пакет а потом он этот однородный пакет разобьется на какие-то маленькие пакетики это было бы само по себе интересно но в реальной в реальной жизни значит луч он всегда так сказать входит с какого-то конца поэтому сделать так чтобы он все однородно заполнил обычно довольно сложно но значит тем не менее вот так значит скажем в некоторых приложениях это явление играет большую роль например в плазме там где распространение значит пакетов лингмировских волн в результате такого вот процесса саможатия испытывает то что называется модуляционную неустойчивость и значит колебания сначала занимавшие практически все пространство в результате разбиваются на такие сгустки отдельные то есть конечным итогом развития такой неустойчивости будет серия сгустков заполненных колебаниями вот что само по себе может быть ну как я говорю в ряде приложений бывает очень важно так значит на этом я вас отпущу до следующего раза что нужно сделать